Так, доброе утро всем! Доброе утро! Шалом! Шалом! Хелло! Бонжур! Доброго ранку! Так, кто сегодня пришел учить Тору? Мы продолжаем изучать мудрость великого царя Соломона, который знал вообще, как все работает, и который с точки зрения Тора, с точки зрения логики, с точки зрения, восприятия, понимания. Так, Лефименко, Антон, Шалом! Лилия Берман, Влад Косов. Все, дорогие друзья. И вот мы начинаем уже на сегодня 30-я глава. Мы находимся, 24-й отрывок 30-й главы. И мы стремительно, стремительно приближаемся к завершению Мишли. Прямо это будет серьезная, серьезная тема, закончить притчи. Мне, правда, потом еще долго надо писать, потому что я сейчас ко многим урокам готовлюсь, но не записываю. Мне где-то еще придется писать, писать, чтобы сделать книгу. Но я очень хочу с Божьей помощью сделать книгу. Пока все собираются, я расскажу разницу. Вот иногда говорят, человек что-то планирует, и он об этом говорит. И иногда религиозные люди добавляют такую фразу «Имерци Ашем», «Если Бог захочет». Иногда дополняют фразой «Бейзрат Ашем», «С Божьей помощью». Я слышал от одного раввина, Равьосов Брадбейтер, он объяснял, в чем разница. Когда говорят «С Божьей помощью», а когда говорят, Алекс Чудеевич, Шалом! Когда говорят «С Божьей помощью», когда говорят «Если Бог захочет». Значит, если речь идет о выполнении заповеди, то, что Бог сказал делать, да, то есть это идет воля Бога, тогда мы, когда человек собирается выполнить заповедь, он говорит «С Божьей помощью я это сделаю». То есть «С Божьей помощью», потому что он уверен, что Бог ему поможет в этом, да. А вот если человек говорит о какой-то вещи, которая не является заповедью, тогда, тогда, ну, например, какая-то бытовая вещь, там, я хочу поменять лампочку, и МРЦХМ, если Бог захочет. То есть здесь человек сомневается, что его рацион, его желание, совпадет ли он с желанием Бога, потому что все равно реальность – это желание Бога. А когда я иду выполнять заповедь, тогда я говорю «С Божьей помощью», потому что я уже знаю точно, что это желание Бога. Так что я думаю, что написать на русском языке комментарий к Мишле – это без ратышем, с Божьей помощью, потому что это, ну, действительно, здесь скрыта вся мудрость, которая необходима человеку. И вот все мои знания, там, коучинг, психология, тренинги, все-все это, ну, как… В общем, все хорошее, что есть на сегодня в мире, оно все есть в Мишле. Вот все, все знания о бизнесе, о управлении, о достижении, о отношениях – все есть в Мишле. Сегодня у нас очень интересных несколько отрывков, таких практических, практических, что нужно в себе тренировать, что нужно, какие качества нужно в себе развивать. Значит, говорит нам царь Соломон в 24-м отрывке 30-й главы следующее. «Арбаем ктаней орыц». Четыре, четыре они маленькие земли, какие-то есть маленькие земли, сейчас мы узнаем, что за маленькие земли. «Вээма хахамим мехукамим». И они вот эти вот четыре маленькие земли, они хахамим, они мудрецы, но хахамим – это мудрецы, которые получили знания от Бога. И мехукамим – это они обучают мудрости. Сейчас мы узнаем, кто же это, эти четыре маленьких, это как загадка звучит, да? Четыре маленьких, получивших божественную мудрость, которые обучают божественной мудрости. И оказалось, 25-й отрывок, что эти четыре маленьких, на которых ссылается царь Соломон, первый маленький – это анемалим, амно аз. «Муравьи народ не дерзкий». То есть, муравьи, они не сильные, аз – это такие сильные, дерзкие. Он говорит, «Муравьи народ не дерзкий, вэахину бакает с лохман, и они готовят летом свой хлеб». Значит, оказывается, Бог дал муравьям, Бог дал всем животным, как бы, программное обеспечение. То есть, в мире есть множество, миллион видов животных, и они все запрограммированы, каждый на свою программу. Причем, интересно, вот это большой вопрос на эволюцию, что, вот, например, есть скат электрический и скат неэлектрический. То есть, какому-то скату нужно электричество, чтобы питаться, а какому-то скату не нужно. И те сохранились, и те сохранились. И скаты есть такие, и скаты бьются током, есть не бьются током. То есть, Бог дал возможность существовать. Это не то, что эволюция, и вот именно слабые вымирали, сильно оставались, осталось бы сейчас пару сильных животных, и все. Но остались миллионы видов животных, которые, каждый из этих животных, он в этом мире находит свою еду, свое место, свою пару, свое, как бы, и живут они, живут, живут и развиваются. Это значит, что в них во всех заложено было программное обеспечение, причем настолько сложное, что все эти системы функционируют без их участия. И сказать, что вот эти все животные, они появились из камней, ну это же глупо. Ну как, вообще, представьте себе, вот здесь камни, и сказать, что вот эта эволюция вдруг из камней, из неживой природы, вдруг появилась живая природа. Ну как? Ну как это может быть, что человек с глазами, с ушами, с пальцами, там, со всеми делами появился из камня? Как теория эволюции, что вначале была неживая природа, а потом вдруг из неживого появилось живое, и потом живое развивалось, 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 и потом появился вдруг человек, а все остальное тоже сохранилось. И камни сохранились неразвитые, есть много недоразвитых камней, прям скалы, горы, прям вообще, что же, что они не развиваются дальше. В общем, мы верим в то, что Бог сотворил все мироздание, и он всю эту систему запрограммировал своей мудростью, поэтому, вот сейчас нам царь Соломон приводит 4 вида животных, у которых мы можем научиться определенной мудрости. Значит, у муравья, чему мы можем научиться, кстати, в Мишле очень много царь Соломон упоминал муравья, здесь конкретно он делает акцент, что муравьи запрограммированы на то, что животные, у них же нет чувства времени, они не знают, что впереди там лето, зима, у них нет 10-летних планов, 25-летних планов развития, стратегий там и так далее. Но, тем не менее, муравей, который нашел какую-то еду, он вместо того, чтобы эту еду съесть и лежать, отдыхать, смотреть на небо и думать, вот классно нажрался, вот у меня лежит там кусок еды, да, кусок сахара, знаете, бросаешь сахар, муравьи там его сразу обступают, но они могли бы поел сахара и отдыхал, поел сахара, опять отдохнул, развлекся, потом вернулся, опять поел сахара. Но муравьи так не делают, муравьи берут этот сахар и тянут его себе в домик, прямо идут они день и ночь, они работают, тянут на себе для того, чтобы сделать запас на будущее. Причем муравей же не знает, что есть в будущее, в него вложена программа, и мы должны у муравья этому научиться, что первое, трудолюбию надо работать, что летом заготавливать свой хлеб на будущее, создавать навыки, создавать ресурсы. То есть человек должен думать о том, что он будет делать завтра и работать, человек должен работать, вот мы учим это у муравья, которого специально для этого запрограммировал Бог. Потому что муравьи столько еды себе запасают, что скорее всего они эту еду никогда не съедят, потому что представьте сколько этих муравьев, тут затоптали, там затоптали, все. Но они все равно запрограммированы работать и думать о завтрашнем дне, и нам царь Саламон советует у них поучиться. Дальше, 26-й отрывок. Шфаним, Ам, Лоацум. Есть какие-то такие животные, шфаним они называются, их переводят на русский далманы, в общем суслики какие-то, есть такие животные суслики. Так, шфаним эти, народ, Лоацум, они, народ, как бы, народ это, ну, сборище, да, Ам это как сборище. Значит, народ не сильный, ничего в них такого нету, выдающегося у этих шфаним. Ваясиму басела бейтан. И они поднимают и ставят на скале свои дома. Значит, тут тоже интересно, они такие маленькие суслики, но они залазят на скалы, и на скалах они себе расчищают место. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, объясняет Мецеда Давид, по чуть-чуть, по чуть-чуть они себе эту скалу расчищают, расчищают, там что-то они долбят себе, долбят, оп, и выдолбливают себе место, и никто к ним залезть не может. И сидит этот суслик на скале, спокойненько себе, почему? Потому что он по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он умеет действовать долго. Кстати, это очень важный принцип в Торе. Один из самых главных героев таких образцов для мира Торы, на которых воспитывается такое тараническое мировоззрение, это Раби Атива. И Раби Атива, он в 40 лет начал только учить Тору. И он в 40 лет начал учить Тору, и у него сразу не получилось. Он наскоком постарался зайти там в Ешиву, и не получилось у него, не идет ему, не понимает, не знает. И он уже ушел, он отчаялся, но он был наблюдательный. Он был человек, который наблюдательный. В 40 лет он шел, рассказывается история, пас овец. И он остановился и увидел, вот он обратил внимание, что вода капает на камень. И было какое-то место, где вода долго капала на камень и сделала дырку в камне. И он тогда подумал, Раби Атива, если вода смогла сделать дырку в камне, так неужели слова Торы, они не войдут ко мне в мозг, и они не прожгут во мне, вот в моем мировосприятии. Вот Тора же это как огонь, как вода, то есть Тора это знание, да, знание от Бога. Неужели я не смогу воспринять эту Тору, и Тора не войдет ко мне в голову? Если даже вода, которая мягкая вода, сделала дырку в камне, так неужели Тора не сделает в моей голове, в моем восприятии след? И он вернулся сразу, он начал человек действия, и он пошел, у него к тому времени был трехлетний сын, и он сел с сыном в хейдер. Он понял, что его ошибка была, что он начал сразу хватать за, как бы строить высокий дом без фундамента. И он начал тогда учить вместе с сыном, с самого начала, алифбейт, алфавит, он выучил алфавит. Он начал учить вот прям с первого слоя, но так как он был очень мощный и сильный, ему было 40 лет, такой пастух, и у него была мощная такая духовная сила. Он, значит, без остановки, он пошел, 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 и, конечно, он буквально через там короткое время уже закончил всю программу хейдера детскую. И, значит, дальше он шел круг за кругом, развивался, рос, 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 и стал самым великим мудрецом, который только возможен. И отсюда мы учим, не только мы учим из сусликов, что настойчивость позволяет даже пробить скалу, но и из рабиативы тоже мы это учим. То есть первое, что мы поняли, для того, чтобы качество, которое надо учиться ему, и которое человек, он должен его приобрести, и тут очень важная еще такая вещь, что мы не стесняемся учиться даже у муравья. Даже у муравья мы не стесняемся учиться, вот муравейчик ползает, царь Соломон, царь Соломон, мудрейший из людей, говорит, давайте-ка поучимся у муравья. Посмотрите, муравей маленький, а у него можно научиться трудолюбию. Значит, суслик маленький на скале сидит, а у него давайте научимся вот этой настойчивости, которая даже скалы пробивает. Дальше царь Соломон нам предлагает учиться у саранчи. В 27-м отрывке он говорит нам, Он говорит, нету царя у саранчи, А когда они выходят, они жирают, все вообще сносят между, ну вообще все сносят. Теперь, как же, а чему мы можем у саранчи научиться? Первое, а чему мы можем научиться у саранчи, Что действовать без указки царя. То есть, обычно человек, с детства так приучают человека, что он должен действовать по указке кого-то сверху. Должен ему там, вначале родители ему все там говорят, Сделай, встань, сделай, встань, ты иди, не иди, спи, кушай, учись, не учись. То есть, и вот они его так на внешнем приводе приучают, чтобы он их слушался. Дальше они его отдают в школу, в какое-то учебное заведение, Там ему тоже, делай, 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 делай. И дальше он выходит и ждет, что сейчас придет царь, президент, и он исправит мою жизнь. Он мне скажет, что делать, я сделаю. Делать я, конечно, не хочу, но как бы всю жизнь меня так дрессировали, чтобы делать. Царь Саламон говорит, нет, посмотрите на саранчу. Царя у нее нету, она сама понимает, что если она не встанет и не начнет делать, то еды не будет. И второе, что, но когда нету царя, казалось бы, нету организации. То есть, человек, он, если представьте, какой довод приводят. Если каждый будет делать то, что он хочет, тогда не будет организации. Но мы видим, что царь Саламон нам советует учиться у саранчи, которая объединена одной силой. То есть, у них есть одна цель, и они между собой не борются, не воюют. То есть, саранча, они встали все и пошли. И объясняют комментаторы, что надо у них научиться ахдут с объединенности. То есть, чтобы не было споров, не было махлоти там между ними. Все, они вместе, оп, встали, съели чужое поле и ушли дальше. То есть, вот такая саранча. Представляете, даже у саранчи царь Саламон предлагает нам учиться. Теперь урок 28-й отрывок. 28-й отрывок, тут он нам предлагает поучиться у паучка. Представляете, даже у паука, говорит, надо учиться. Можекомиссарук, вот он тренер такой, да? Но царь Саламон, мудрейший из людей, и обращаясь к мудрым людям, которые хотят постигать мудрость, он говорит в 28-м отрывке. Шмамид баядаем титапес. Он говорит, паучок, руками своими, титапес, он как бы лезет по стенам, плетет эти сети. Он действует руками. В и бэхалэй мэлэх. А это все происходит в, в эхаль, это дворец царя. Если без объяснения не поймешь. Причем тут паучок, который своими руками лезет, и, а это все происходит во дворце царя. Объясняют нам комментаторы, на что это была метафора, на что намекал царь Саламон. Значит, есть такое выражение в Торе, что Если ты будешь плоды своих рук кушать, счастлив ты и хорошо тебе. И хорошо тебе будет в мире грядущем. Человек, который питается от плодов своих рук, то есть он сам себе зарабатывает, он, значит, ни от кого не зависит. И даже если вокруг есть возможности, как у паука, или мухи кушать, или со стола у царя взять там вкусной какой-то царской еды. Паук ест своих мук, потому что он это сам себе сплел, сидит, ждет себе, ест своих мук. Царь Саламон говорил тоже в Мишле, мы учили, что Сунема тано тахе, тот, кто ненавидит подарки, будет жить. И вообще Тора нам говорит, что человек должен полагаться на себя, и не полагаться ни на кого, кроме как на Бога. Есть очень интересное такое тоже выражение, что в Псалмах это царь Давид сказал, что Аль ты в тиху бенедивим, не полагайтесь на благодетели. Бе венадам шейн лот ша, на людей нету от них спасения. Те церу хо я шувле адмато, выйдет дух из него, вернется он в землю. Ба йо мау, а вдуешь на ната. В этот день потеряются все, которые на него опирались, на него полагались. И здесь очень-очень важно, мы видим сейчас целая, ну например, была целая группа людей, которые были там вокруг, полагались на прежнюю власть, на президента, на так далее. Если это люди, которые не были сами ни в чем мастерами, они, вся их жизнь была построена на том, что они надеялись на кого-то, то исчез кто-то, и вся их надежда тоже потерялась. Поэтому царь Соломон нам советует учиться у паука и надеяться на плоды своих рук и не надеяться на подачки других людей. То есть, современным языком, брать на себя ответственность и действовать. Теперь, что мы отсюда, если все это мы сведем вместе, давайте посмотрим. Значит, у муравья мы учимся работать и работать на долгосрочную перспективу. То есть, сегодня собирать хлеб для того, чтобы кушать его завтра. Это мы учимся у муравья. У суслика мы учимся на скале выбивать. То есть, даже если твердо идет, все равно долби, долби, долбить, потому что можно сломать даже скалу. Даже суслик может в скале дом сделать. Это второе. То есть, работа плюс долгосрочная перспектива. У суслика настойчивость в преодолении сложных моментов. Дальше, у саранчи. Не ждать ни от кого, чтобы кто-то должен тебе говорить, что делать и управлять тобой. То есть, ты должен натренироваться идти на своем внутреннем приводе. То есть, не ждать, что кто-то со стороны будет тебе говорить, что делать. А делать самостоятельно. И при этом не ссориться с другими участниками процесса. Потому что на эту ссору уходит очень много сил, времени. И четвертое. У паука мы говорим, что человек должен надеяться на плоды своих рук. То есть, строить свою жизнь, исходя из того, что он делает сам. И не полагаться, опять же, на всяких царей, благодетелей и так далее. И здесь очень такая интересная вещь, я очень сильно это наблюдаю в обществе. Что все время, вот есть особенно даже сейчас такая система нетвертинг, установление связей. И эта система продвигает такую идею, что ты вот, ты установи связи и тебе помогут. И тебе никто не поможет. Я вам скажу по себе. Никто никому вот так в обычном мире помогать не хочет. Если хотят помогать, помогают несчастным. То есть, почему ты должен помогать человеку, который может себе помочь сам. И вот эта система, когда ты надеешься на кого-то, она не работает. Человек должен быть самодостаточным и самоценным человеком. И тогда у него происходит очень хорошая коммуникация с другими людьми по принципу вин-вин. То есть, ты кому-то что-то делаешь, кто-то что-то делает тебе. Но надеяться, что ты ничего не будешь делать другим, а кто-то тебе будет делать, это надежда не работающая. То есть, помогают еще раз. Есть люди, которые помогают. И мы должны быть добрыми, мы должны помогать. Но есть множество несчастных людей, которым нужна помощь. Если человек не несчастный, он не инвалид, он не какой-то, ну там, ну совершенно не способный. Хотя даже есть инвалиды, которые очень способны. Например, Ник Вучич, он доказывает, что даже инвалид может быть сильным и кушать от плодов своих рук. У него нет рук, но он миллионер, он без рук, на одним пальцем наде написал, написал книгу. И он все делает, он учился все практически делать без рук и без ног. То есть, речь идет о внутренней позиции человека, о его принципиальной позиции. Или он учится у муравья, у суслика, у саранчи и у паучка. Или же он действует как-то по своим правилам. Все, значит, вот на этом мы сегодняшнее наше занятие заканчиваем. Значит, выводы понятные. То есть, нужно развивать себе все вот эти вот важные качества и ни от кого не зависеть. Все, вам всем хорошего праздника. Кто соблюдает праздник, сегодня у нас вечером заступает. Сегодня же, да, сегодня четверг уже. Четверг. Сегодня вечером заступает последний день Песоха. И потом, значит, уже Шаббат. И потом с воскресенья снова за работу. А настойчивость в изучении Торы, да, все это, все эти качества прежде всего надо использовать на изучение Торы. А потом уже, когда у тебя есть знания и ты трудолюбивый, то тогда это все превращается в какие-то жизненные, жизненную ситуацию, в которой ты находишься. И тоже, как бы, вокруг себя человек может создать свой мини-мир, в котором ему хорошо. Все, удачи, успехов. Сделайте, пожалуйста, свои три вывода. Это сюда входит труд Торы. Это что-то изучить. И тут же это все для себя упорядочить и начать передавать. Лучше всего обучаются те, кто обучают. И об этом тоже сказано в Пертьевод, что тот, кто учится для того, чтобы обучать, тому помогают учиться и обучать. Тот, кто учится для того, чтобы делать, тому помогают с неба изучить, обучить, сохранить и сделать. Все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, ваши выводы. Все, всем пока, хорошего дня.